Рынок на бульваре Нагина появился еще в 90-е годы. За 20 с лишним лет палатки и торговые павильоны стали практически органичной частью местного пейзажа. Здесь можно купить, если не все, то очень многое. Одежду, обувь, продукты питания, бытовую химию, косметику, разные мелочи, используемые в домашнем обиходе. На рынке почти всегда многолюдно. Большая часть покупателей – жители близлежащих домов. Мы, допустим, пожилые, ходить-то далеко, как говорится, по магазинам все тяжело. Тут идешь, на ходу все и купишь. Я приезжаю сюда, с Заволжского района, специально на этот рынок. Вы знаете, меня устраивает здесь все. Мы уже больше 20 лет ходим к одним и тем же продавцам, с которыми уже дружим, у которых постоянно покупаем. Нас не обманывают никогда, нам всегда дают качественный товар. В последнее время у предпринимателей, торгующих на рынке, настроение тревожное, если не сказать паническое. В администрации города заявили, что территорию бульвара очистят от киосков и палаток. Взамен планируют установить фонтан, сделать входные группы и обустроить парковочные карманы. Эта работа ведется строго в законодательных рамках, в соответствии с тем порядком, которые у нас предусмотрены постановлениями администрации города 994-го, 9 июля 2015-го года и в установленные сроки. Заметим, намерение снести рынок на бульваре Нагина администрация города демонстрировала и раньше, причем не единожды. Предприниматели, как могли, защищались. Собирали подписи жителей, обращались в городскую думу, администрацию области, приемную президента. Убрать рынок с привычного места значит оставить без работы сотни людей, говорят торговцы. Мы же налогоплательщики, не надо пополнять армию безработных. Надоело. Честное слово, власти, услышьте нас. Сказать, что торговцам не оставляют никакого выбора, в общем-то, нельзя. Администрация города предлагает перенести рынок на улицу Карла Маркса. Это относительно недалеко. Однако новое место предприниматели категорически не устраивает. Народ туда не пойдет. Стоять мы можем, а работать невозможно, потому что это будет совсем тихое место, куда народ не потянется. Здесь люди уже привыкли. Впрочем, привычки имеют свойство меняться. Это показалось нос рынка на бульваре Шмидта. Часть местных жителей активно поддерживала предпринимателей, выступая против демонтажа. В конце концов, рынок все-таки ликвидировали, и ностальгию по нему сегодня испытывают немногие. Вы не скучаете по рынку, который раньше здесь располагался? Скучаем. Скучаете? Да. То есть раньше было лучше? Конечно. Мне кажется, вот это вариант лучше, потому что магазинов очень много сейчас. Не обязательно, чтобы они на улице были. Стало лучше благоустроение как-то. То есть когда рынок был, тут вообще как бы было это... Ну, не приглядно. Нет, не скучаете по рынку, который раньше здесь располагался? Не особо. Денис Ренов, Михаил Волков, РЕН-ТВ-Пилот.